О том, почему Аптелл Удинов стал рупором Министерства обороны, мы поговорили с политологом Борисом Пастуховым. Он также дал свою оценку в перспективе переговоров между Москвой и Киевом и предположил, как и когда Кремль будет реагировать на ситуацию в Курской области. Позвольте, начнем от частного к общему, пойдем наверху, кажется, не особо рады комментировать события в Курской области. Почему роль ответственного спикера сейчас лежит на плечах генерала Алаудинова, как вы считаете? Ну, я думаю, что тут две части. Я не уверен, что генерал Алаудинова назначили ответственным спикером. Мне кажется, он отстаивает честь погон и те места, которые он бережет у себя, потому что понимает, что, в общем, история с Ахматом выходит не очень красивая. Как-то личная гвардия Путина, которая вроде должна была всех спасти, снова и не повезло. Тут можно говорить о злом уроке, потому что в предыдущий раз, когда был мятеж, они настаивали в пробке, и они бы могли подавить Пригожина, но дикие пробки. Сейчас они вроде уже заранее пришли на важный участок фронта, но заняли оборону, а их обошли, и вообще как-то некрасиво получилось. И поэтому там тяжело людям, там нужно пока объяснять, приходится. Вообще это не очень военная история объясняться, почему не получается. А вот почему власть не хочет комментировать, ну, власть играет на понижение, очевидно. То есть, мое предположение, я его уже высказывал, в том, что это попытка не только занизить эту историю, это попытка не дать Украине сместить фокус и показывать всем, что это все возня, тут взяли село, тут взяли городок неукрепленный, это мы оккупируем как-нибудь, а реальные события происходят на реальном фронте, где войска России штурмуют украинский укрепрайон, и, к сожалению, штурмуют, судя по всему, небезуспешно, дикой ценой, но небезуспешно. И поэтому, очевидно, Путин говорит, Украина блефует, это все отвлечение внимания, мы на блеф не поддадимся. В какой-то степени он блефует и сам, конечно, потому что не поддаваться на блеф и давить на Донецком, там, Харьковском фронте, он может только какое-то время. Потом, если не купировать историю с своими родными областями, если войска КВСУ тронутся на Курск, ему придется с этим возиться. Но пока он пытается переблефовать соперника и говорить, что нет, в Курске что-то происходит, тот углада зашел, у нас контртеррористическая операция. Как пишут бот-образные комментаторы под любым роликом в последнее время, пока я не встречал ни раз, и похожие комментарии. Вы ничего не понимаете, это вообще не война в Курске, это не противник зашел на территорию России, это примерно как в Чечне было. Вот Новороссия, наш регион, там какие-то экстремисты, вооруженные западным оружием, что-то из одного нашего региона, который еще не понял, что он наш, пытаются войти в другой наш регион, который знает, что он наш. Ну, как бы, и что у нас с того? Это такая позиция ботов, я думаю, позиция ботов вполне согласуется с тем посланием, которое хочет расслабить Кремль. Ну, тут у нас некоторые волнения, но ничего. Ну, оккупировать проблему, по всей видимости, каким-то образом придется. Аналитики военные говорят, что для того, чтобы попытаться выбить ВСУ из Курской области, понадобится 20-40 тысяч такой численности группировка. Но наступление вот на Курскую область, оно вообще приближает вероятность новой волны мобилизации? Или пока рано об этом говорить? Я бы сказал, что пока об этом говорить рано, потому что мы, по большому счету, не знаем двух водных главных, на мой взгляд, мы не знаем, удастся ли России затормозить это наступление полноценно и до того, как придется перекидывать войска с Донецкого фронта. Мое понимание, опять же, я не военный эксперт, но мы тут сидим, немножко в этом живем теперь, Украина перебрасывает довольно существенную часть своих резервов в Курскую область. И разговоры о том, что нужно будет 40 тысяч войск России, 20 тысяч сюда, 20 тысяч сюда, чтобы вернуть эти части Курской области, они все основываются на том, что ВСУ закопается там и будет эту область удерживать. Дальше возникает вопрос, если Россия сумеет сейчас продавить, обусловить Покровск, отрезать часть группировки украинских войск от снабжения и реально наметится прорыв на традиционном, скажем так, фронте внутри Украины. Будет ли Украина возможность продолжать играть с Курской областью, держать там войска, или им придется от войска отводить и купировать проблему у себя дома. Поэтому, и я думаю, что расчет Путина, собственно, это, что он создаст настолько неприемлемую ситуацию на фронте, который проходит по территории Украины, что с территории России придется уходить самостоятельно. Полностью или частично, или, по крайней мере, настолько, чтобы взять обратно этой области, выполнялась достаточно легко. Что касается мобилизации, тут есть два подхода. Один здесь сказать, что мобилизация де-факто идет. Просто потому, что, по сообщениям, которые мы слышим, на Курское направление перекидываются довольно массово срочники северного военного округа, в том числе и из-под Санкт-Петербурга. Если это правда, то это тоже форма мобилизации, потому что срочников не должны были привлекать к боевым действиям. Конечно, там есть такой луп-холл, что не привлекатель должны были действиям за границей, а тут боевые действия идут внутри России, канонической территории. Но, в принципе, тут и боевые действия в Донецкой области, Луганской области, Порожье, Херсонской области, они тоже внутри России по Конституции, поэтому тут большой юридичной разницы нет. Соответственно, это форма мобилизации, когда людей, которые не должны были воевать, не профессиональных военных, а часто малообученных, а мы понимаем, что при сроке контракта на службу год, в лучшем случае, если это предыдущий осенний призыв, эти люди отслужили 9 месяцев, а в худшем случае 4. В этом случае это малоподготовленные, в общем-то, гражданские люди, которых форму одели и отправили. Поэтому в этом плане мобилизация случилась. Мобилизация массовая, я думаю, во многом будет зависеть, опять же, от ситуации на основных фронтах. Если сейчас удастся тянуть внимание обратно в граническую территорию Украины, скажем так, я не знаю, как они рассматривают Курскую область, там уже комбинатура есть, то это должно помочь тебе сделать ситуацию, как есть. Другой вопрос, длинный разговор о том, иссякает ли количество добровольцев, и по добровольцам я имею в виду тех, кто идет на контрактную службу за деньги, и рост этих платежей показывает, что вроде бы иссякает. Но это вряд ли вопрос следующего, там, месяца-двух. Тут тоже интересно смотреть, даже как освещают это западные источники. Если мы посмотрим на какие-то вещи, типа CNN, BBC и так далее, они тоже где-то неделю украинскую тематику в основном посвящали Курскому направлению. А вот вчера, сегодня и у них Курск уходит на второй план, и возвращается разговор о том, что там с Покровском, что там с Канечки фронтом. Поэтому в этом плане, мне кажется, мы наблюдаем за таким перетягиванием Каната. Если Канат перетянет Путин, то может обойтись без мобилизации. Если Канат перетянет Украину, то даже сложно представить, как это будут купировать. Ну, видимо, действительно, либо мобилизация, либо срочное увеличение службы до двух лет и переход этой войны в классическое российское, кажется, советское состояние, где дыры на фронте закрываются срочниками. А вот отправляя сейчас срочников, теряя их, Владимир Путин все-таки нарушает некий, может быть, и не писаный, но тем не менее социальный договор с населением. Жен мобилизованных, мы понимаем, что их каким-то образом удалось унять, серьезные какие-то угрозы для режима они не представляют. Матерей призывников также будут затыкать. Тут есть несколько слоев, и часть из них нелицеприятно прозвучит для российского общества, я думаю. Но, во-первых, нарушение социального договора, кажется, это новый вид социального договора. В том плане, что мы обсуждали много раз всегда, что у Путина социальный договор на стабильность, на экономический рост, на благосостояние, на отсутствие терактов и войн. И вот прошло три года, у нас война, у нас экономический рост, прямо скажем, странный, у нас теракты снова, ну и всем, кому все устраивает. А второе, надо понимать, что стратегия не только была в том, чтобы заткнуть жен мобилизованных, стратегия была в том, чтобы мобилизовывать тех, кто наименее вакален, скажем так, маргинализованные слои общества или просто более бедных, из более удаленных регионов по максимуму. И в этом плане со срочниками картина не так сильно меняется. Есть ощущение, что там дети среднего класса и высший, значит, средний класс в целом стараются в армию не выпадать на срочную службу. Они получают высшее образование, они получают бронь, они находят другие интересные методы не служить в армии, особенно когда стимул не служить стал таким большим. В общем-то, последние два с половиной года всем понятно, чем это в теории чревато. И кто может, пытается куда не пойти. Не всем удается. Конечно, и база пошире будет, чем мобилизация, но тем не менее. И поэтому в этом плане мы смотрим на все равно в большей своей частью срочники, матери срочников, это тот класс, который Путин надеется задобрить, скажем так. То есть, если сейчас вкупе с пропагандой того, что они идут на героическую защиту Родины, добавить им за гибель те же выплаты, что и профессионально военным, есть неплохие шансы, что существенная часть их родственников скажет, ну вот, Родина звала. Так было надо. Поэтому в этой части я не уверен до сих пор, почему Кремль считал, что мобилизация для него безопаснее, чем срочники. Я думаю, там какие-то вот призваки Афгана, материя Афгана, Чечни, они все равно сидят в голове, что как-то в прошлые разы это плохо выглядело. Но я не думаю, что это какая-то потрясающая новая угроза. Конечно, возникнут новые недовольные, наверное, будет больше, чем при мобилизации, просто потому, что при мобилизации те, кто совсем уже не хотел идти, сбегали и прятались. Но здесь, я думаю, те, кто совсем не хотел идти в армию, они и в насрочную службу не пошли. Ситуация в Курской области, этот прорыв ВСУ, по вашей оценке, приближает или отдаляет перспективу возможных переговоров? Я думаю, отдаляет. Я думаю, отдаляет. По крайней мере, по условно-китайскому сценарию заморозкой. Потому что заморозить в Курской области будет сложно. Но если говорить о влиянии... То есть вектор отдаляет, а значение, я не уверен, что оно огромное. Я полагаю, что одной из главных причин, почему он удаляет переговоры, является не столько сам факт наличия украинских войск внутри коррористской территории России, сколько то, что для украинского общества это дает довольно большой стимул сказать, нет, но все-таки можем еще побороться. То есть, в общем, часть западной повестки, особенно некоторой западной повестки, заключается в последний год, в том, что ну, вы молодцы, вы повоевали, но дальше вас Россия будет додавливать. Мы вам сильно так помочь не сможем. И надо понимать лимит своих сил. И политика России очень направлена с постоянным давлением, обстрелами, убийством казарского населения. И в этом плане, мне кажется, моральный подъем и ощущение, что нет, не все так, не все так однобоко. Мы все еще можем находить дыры и делать этих дырок больно России, несмотря на все отношение сил. Оно дает некоторый запас морального духа украинскому обществу, а украинское правительство будет, и мы видим, что он постоянно это делает, ориентироваться к запросу общества. Ну, как оно, в общем, наверное, должно. И в этом плане, мне кажется, там, где две недели назад можно было хотя бы пытаться себе представить президента Зеленского выходящего от народа и говорящего, ребята, нам нужно идти на болезненные компромиссы. Сейчас это сложнее представить. Ну, опять же, это вопрос того, как будет развиваться ситуация в следующей неделе и месяце. Спасибо вам большое. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, вы можете нас поддержать. Как это сделать? Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Также, если вы вдруг еще не подписаны на YouTube-канал Ходорковский Лайф, сделайте это.